Перезад Бахытова – одна из тех, кто взял потребительский кредит на приобретение жилья. Оформить ипотеку не было возможности, поэтому вариант с кредитованием представился ей более удобным. Когда перед девушкой встал выбор, в какой валюте брать кредит, Перезад на свой страх и риск решила, что выгоднее оформить сумму в американской валюте. В то время проценты в сомах были значительно выше, чем в долларах. Да и сам доллар стоил меньше 70 сомов. Из-за неустойчивости курса иностранной валюты Перезад пришлось обратиться в банк, чтобы они пошли ей навстречу и разрешили погашать кредит в сомах. Понимаете, что мы переплачиваем не только проценты, мы переплачиваем и за основную сумму кредита, которую мы брали. Поэтому, конечно, это сказывается на доходе, на твоих затратах. То есть ты рассчитываешь потратить определенное количество на погашение, эта погашение сумма растет, и получается, твоя потребительская корзина, она становится больше, 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 и некоторым это просто не по плечу. Американская валюта подорожала на прошлой неделе. В Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные 42 миллиона долларов. Отмечается, что это самая крупная интервенция за последние полгода. Но вчера доллар вновь начал расти и перешагнул отметку 84. Главный банк страны признает, что в последние дни на внутреннем валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением. При этом НБКР пока не входил на валютный рынок с интервенциями. Рост курса формировался на фоне внешних факторов. Общемировой тенденции укрепления доллара США, снижение цен на мировых рынках на основные сырьевые товары, включая нефть, а также введение повторных ограничений в ряде стран из-за пандемии COVID-19 и, соответственно, связанные с этим негативные ожидания в глобальной экономике, в том числе и в странах-торговых партнерах Кыргызской Республики, также повлияли на ситуацию на внутреннем валютном рынке страны в последнее время. Некоторые эксперты по экономике заметили, что есть огромная разница между продажей и покупкой доллара. Они считают, что это напрямую повлияет на обогащение банков и в то же время ударит по кошельку простых граждан, особенно тех, чья деятельность связана с импортом и экспортом товаров и услуг. Первый раз в марте сильно повысился доллар, с того момента разница в покупке и продаже становится 40 тыинов. У всех банков одинаково. То есть это тоже диктовка. И мы видим, что даже коммерческая, сугубо в своих интересах работающая обменка, у них до 20-10 тыинов разница между покупкой и продажей. То есть они близки к рынку, чем коммерческие банки. И, соответственно, Национальный банк, регулирование Национального банка. При этом Нацбанки уверяют, что следят за ситуацией на валютном рынке. По информации официальных представителей регулятора, объем валовых международных резервов по состоянию на 3 ноября составил порядка 3 миллиардов долларов США. Эти объемы превышают общемировую норму. Национальный банк отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке, на внешних финансовых рынках, анализирует те факторы, внутренние и внешние факторы, которые влияют на спрос и предложение иностранной валюты на рынке. И в соответствии с целями, установленными денежно-кредитной политикой, осуществляет регулирование денежной ликвидности на рынке республики. С начала года доллар в стране подорожал на 12-13 сомов. Американская валюта растет, падает рубль, вслед за ним и сом, который зависит от российской валюты. Эксперты по экономике отмечают, что Нацбанк в целях сглаживания валютной лихорадки должен использовать все резервные деньги, которые хранятся в разной валюте. Не то цены на продукты питания, товары и лекарства взлетят еще выше, чем сейчас, так как рынок Кыргызстана на 70% формируется от импорта из соседних стран. Кыргызстана на 70% формируется от импорта из соседних стран.